Сегодня 28 сентября 2017 года. Финал конкурса Сомелье Вайн Пипл Трофе. В финал вышли три человека. Евгений Лукинчук, город Санкт-Петербург, Григорий Чагодаев, город Краснодар и Роман Сосновский, город Москва. У каждого из этих ребят есть большие шансы на победу. В финал вышли, наверное, сильнейшие, кто принимал участие. Естественно, хочется победить в честной, в красивой, состязательной атмосфере, чтобы все прошло красиво, чтобы зрители лишний раз увидели, что такое профессия Сомелье. Вот я надеюсь, что мы в финале все это в полной мере продемонстрируем. Выйти выступить, показать все, что я могу, все лучшее, что я могу. А там посмотрим, как Бог даст. Надеюсь, конечно, на лучшее. Будем стараться, будем пытаться. Ну и, собственно, получать от этого в том числе еще и удовольствие. Для меня это первый конкурс. Конечно, я усиленно готовился, мне помогали. Ожидания были. Полуфинал минимум. Ожидания оправдались. Когда я узнал, что в финале, это уже, конечно, для меня большой-большой шаг. Ну, как бы раз уж я там оказался, что делать-то нужно выигрывать. В Питере ждут победы. Надо оправдывать ожидания. Конкурс необычен. Необычен тем, что нужно выйти на сцену, и у тебя в течение 45 минут приходят в ресторан гости, которых ты должен обслужить. Нужно показать то, что ты умеешь делать не просто по отдельным конкурсам, а непосредственно в работе самого ресторана. И кто это сделает лучше, тот, соответственно, получит наивысшую оценку. Здесь очень важна харизма. Я желаю каждому из участников ее не потерять на сцене. Очень рады вас всех видеть еще раз. Огромное спасибо, что все пришли, все, кто смог прийти. Все, что будет происходить, я объявлю чуть позже сразу, да, для каждого из вас в отдельности. Мы проведем жеребьевку. Первый выйдет, двое других уйдут в отдельную комнату, будут ждать, вас будут охранять. Телефоны надо сдать. Вот. Наверное, надо представить членов жюри. Однозначно. Начнем? Начнем. Ну, в первую очередь я хочу представить человека, который, по сути, эти конкурсы делает каждый год. Президента Российской ассоциации «Сомелье» Алексея Сидоровым. Огромное спасибо, Алексей, что у тебя получилось прийти к нам. И очень рад, что здесь собрались все те люди, которые объединяют эту профессию, то есть возглавляют определенные ассоциации. И о них сейчас мы как раз и будем говорить. Хочу представить Евгения Богданова, президента Московской ассоциации «Сомелье». Алексей Соловьев, президент ассоциации «Ковиста» в России. Александр Сидоров, замечательный человек, член Союза «Сомелье экспертов» в России. Ирина Годунова, наш преподаватель. Самый известный химико-биолог Москвы. Да, и сегодня самые такие сложные задачи понять и оценить химию, биологию, будут лежать на ваших плечах, Ирина. Надеемся, да? Денис Руденко, независимый эксперт. Преподаватель школы «Энотри». Да, в общем, физик-математик, кстати. Вот, и наш специальный гость – это Ванда Ивановна, которая провела замечательный мастер-класс с нашими всеми консультантами. Это инолог нашего спонсора, да, нашей компании «Кубань Вино». Спасибо вам огромное, что вы нашли время в эту тяжелую для вас пору приехать. Вот, и еще у нас есть специальные гости. Граф Виксбургский Ян Бернадот. Это сопредседательный член жюри и очень рады, что нашли это уже время и приехали к нам. Было очень приятно вас видеть и на вчерашней пресс-конференции. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие вам тоже очень понравится. И вашу очаровательную супругу тоже поприветствуем. Ну и так, как это небольшой спектакль, я попрошу выйти сюда на сцену наших будущих гостей. Уж сразу всех представим, чтобы потом по ходу пьесы соображать быстро. Да, у нас сегодня разные характеры. Это действующие лица, главные актеры. Вот, большие гонорары. Некоторых специально выписывали. Итак, у нас есть два молодых человека, называем пока просто Николай и Алексей. У них есть загадочная подруга. Это специальные, очень вредные гости, которых мы не очень рады видеть в ресторане, потому что они пьют определенные напитки. Если их перепутать, они устраивают страшные дебоши, и нам с ними очень тяжело справляться. Особенно их подруга. Личность неопределенная. Не то сестра, не то подруга. Специальные гости, которые приехали к нам со своих собственных виноградников, обожают красное вино, у супруги день рождения. Они просто хотят тихо, спокойно посидеть. Очень любят декантацию, но есть один маленький нюанс. У нас аллергия на свечки, поэтому декантация должна пройти очень красиво, со всеми правильными включающимися пунктами, но свечку зажигать нельзя. И еще одни гости. Паш, не знаю, что тут вот прям вот нарисовался. Он тоже хочет быть гостем. Да, но я тебя сейчас все-таки поменяю местами. У нас есть Сергей с двумя своими спутницами. Они приехали только из Европы. Отношения между ними мы не знаем. Возможно, это тоже брат и две сестры. Они привезли очень много вина, но так как они мои друзья, они пришли в ресторан, наш ресторан посвящен российскому вину, и они решили все это дело сравнить и попробовать, и понять, разобраться, так где же оно европейское, где же оно российское, есть ли в этом разница. Задания все будут нечетко определены по времени, дорогие конкурсанты. У вас у всех примерно 45 минут, мы немножечко дадим времени, но все остальное, это не строгий тайминг. Вы должны просто понимать, что у вас есть декантация, подача игристого, и слепая это основные задачи, включая эмоциональный план. Поэтому не подтормаживаем. Помним, что вы работаете в зале, у вас гости нетерпеливые, разные, и очень строгий менеджер ресторана, которого зовут Артур Георгиевич. Ну что, аплодисменты нашего гостя. Я всех приветствую на конкурсе Сомелье Wine People Trophy Russia 2017, который посвящен исключительно российскому виноделию. Это впервые за всю историю происходит. Было зарегистрировано большое количество участников, и это безумно радует, потому что несколько лет назад этого было невозможно просто представить, что российское виноделие может вызвать такой интерес для конкурсантов. В отборочном туре у нас 86 вопросов, на которые нужно ответить нашим конкурсантам. Желаю удачи, приступаем! Задания на этом конкурсе, они довольно сложные. Они абсолютно ничем не уступают вопросам, которые на международных конкурсах, в отборочных турах. Поэтому я считаю, что уровень достаточно высокий, и нашим конкурсантам придется еще поплатить. Я вижу, уже пошли первые ответы, что таблицы заполняются уверенно и четко, кто-то выходит раньше. Безусловно, интересно. Я ожидал более таких прямых, наверное, вопросов. Были вопросы с заковырками, были очень, скажем так, интересные вопросы про историю. Так как я в Краснодаре живу, для меня это достаточно все близко, и рядом все происходит, поэтому для меня сложностей больших тест не вызвал. Есть вопросы, которые, казалось бы, очень простые, когда надо указать 10 вин, когда у тебя стресс, какое-то волнение, они ставят в ступор, хотя ты, конечно, их все знаешь. Ну, вообще интересно, интересно. Дальше, ребят, ждет слепая дегустация. Три образца, неизвестного, естественно, для них вина, которые нужно уметь описать, угадать сорт, страну, регион, да, и постараться как можно точнее попасть в эти позиции. Но это только начало. Это отборочный тур. Сегодня проходят замечательные, интересные мастер-классы. К нам приезжает Мини Сикоры со своим занятием. Там приезжает Кубань Вино. У нас прекрасные партнеры, которые пройдут занятия по чаю и кофе, что сегодня актуально и становится все более модным на всяких конкурсах с мелье. После чего будет определено 12 человек, которые выйдут в полуфинал, и они дальше посоревнуются для того, чтобы определить трех финалистов, которые будут участвовать в финале конкурса с мелье в «Анкипл Трофи Раша» на сцене Театра Ермоловой. Полуфинал. Ну, конечно, куда без старой доброй декантации или подачи красного вина. Очень интересное задание. Тоже слепой дегустации с участием темных бокалов. Там будут необычные образцы. И одно из сложнейших, на мой взгляд, заданий. Оно посвящено химии вина, биохимии вина и очень сложным сортам-гибридам. Этих сортов будет шесть. Их надо будет почувствовать, понять и рассказать, что там происходит и как, и почему. Завершился отборочный тур, завершился полуфинал. Из 12 человек мы выбрали трех лучших. И их соревнования мы увидим чуть позже. Наверное, мне было бы сложно выбрать кого-то одного. Но ребята себя покажут. Желаю всем победы, уверенности. Ну и отлично, что мы все вместе. И что у нас такая прекрасная тема – российское виноделие. Я желаю им удачи. И пускай победит сильнейший. Ну что, я хочу позвать на эту сцену наших финалистов. Роман Сосновский. Евгений Лукинчук. И Григорий Чигодаев. У нас сейчас будет жребий. Двое из вас уйдут в дальнюю комнату, в которой вообще ничего не слышно и ничего не видно. Один останется на сцене, и мы начнем с вами спектакль. Как уже Юлиана сказала, это порядка 40 минут. Вы не ограничены. Ваша задача, чтобы все ваши гости остались довольны. И, конечно же, члены жюри зафиксировали правильную вашу работу, грамотную работу как профессионалов, исходя из стандартов международных конкурсов. Показываем. Кто из вас первый? Роман Сосновский. Второй. Григорий Чигодаев. Евгений Лукинчук. Третий. Ну что, мы проводим сейчас двух ребят. Евгений Лукинчук и Григорий Чигодаев пойдут в дальнюю комнату, в соседний ресторан. Мы с тобой будем работать. Спасибо.